Он пишет. Матфея Евангелия. Гематрия имени Давида. Что такое гематрия? Дело в том, что каждая буква разных алфавитов, она соответствует определенной цифре. И если составить эти цифры, то можно получить как бы зашифрованное это слово. А слово, наоборот, можно расшифровать с помощью цифр. При этом, смотрите, в иврите были только согласные буквы, не было гласных букв. Поэтому имя Давид выглядит так. Д, В, Д, Давид. И вот гематрия такая. Далет 4, Вав 6, Далет 4. 4 плюс 6 плюс 4 равно 14. И вы видите, что в каждом из этапов у Матфея по 14 родов. И как бы Давид, Давид, Давид. И этим доказывается, что Иисус Христос – сын Давидов. Мало того, 14 – удвоенное священное число 7. В иудейской апокалиптике того времени было популярно воззрение, изложенное в апокрифической книге Еноха, что от сотворения мира до судного дня Господня должно пройти 10, так называемых, космических недель. На исходе девятой мировой недели должен явиться Мессия, сын Давидов, а космическая неделя делится на 7 космических дней. Такой день – это продолжительность жизни одного поколения. То есть, смотрите, одна вот такая мировая неделя – это 7 поколений. Всего должно пройти по этим представлениям от начала до конца мира 10 таких мировых недель. И от Авраама до Иисуса Христа, как написано в Матфея, прошло 14 на 3, 42 поколения, 42 космических дня. Но всякому знатоку Писания, как пишет Ивлеев, было известно, что от Адама до Авраама прошло 21 поколение. А об этом Матфей не пишет, он это отпускает за скобками, он только с Авраама начинает свое Писание. Если от Авраама до Авраама прошло 21 поколение, то есть 21 день, мировой день, и того получается, что от Адама до Иисуса Христа 42 плюс 21 равно 63 космических дня. А 63 разделить на 7, то есть, чтобы посчитать число недель, как раз и получается 9 космических недель. То есть, согласно Матфею, получается, что Мессия пришел через 9 таких недель, мировых недель. Последняя 10 неделя, последние 7 поколений, это вот это тысячелетнее царство Мессии, которое наступило с моментом его распятия и воскресения. Оно длится сейчас. И вот когда оно завершится, тогда наступит конец мира. В наших понятиях это второе пришествие Спасителя. При этом сразу же я должен предупредить, что не нужно это воспринимать буквально, потому что мы понимаем, что со времен Христа прошло уже не 7 поколений, а гораздо больше. Как уж их не считай. Таким образом, и число 7, и число 1000, когда мы говорим о тысячелетнем Царстве Христовом, это условные числа. Не надо их воспринимать буквально. Они символические. Продолжу зачитывание этого интересного места из книги Ивлева. Иначе, но тоже символично и богословски содержательно, выстроено родословное у евангелиста Луки. У него от Адама до Иисуса Христа проходит не 63 поколения, как у Матфея, а 77 поколений. Но, следуя другой популярной в те времена апокалиптической схеме истории, именно 4 книги Ездры, 4 Ездры, 14-11, Мессия должен прийти на исходе 11-й космической недели и возглавить 12-ю неделю, которая должна быть последним мировым веком перед концом, перед Днем Господнем. Это и мы видим в Евангелии от Луки. 77 разделить на 7, получается 11. Так тут и появляется Иисус Христос, открывая последний век мировой истории. Анна, вот к нам присоединилась. Анна, я всегда всех прошу включать камеры, и если люди бастуют и не включают, то и я на зло им тоже отключаю. Здравствуйте, рады вас видеть. Здравствуйте. Да, у нас сегодня очень мало народу, видите? Хорошо, что вы, пусть и с опозданием, но подключились. Просто произошла такая какая-то катастрофическая история с присутствием людей. Значит, один человек куда-то исчез, не написал. Женщина у нас живет в Англии, неожиданно не смогла участвовать. Другая женщина из Подмосковья тоже не могла. Третья написала, что в дороге, четвертая, пятая. Вот видите, нас сегодня очень мало. У нас сегодня присутствует вот Екатерина. Вот, но раз хоть есть уже кто-то, значит, все, работаем вперед. Ну, с вами нас будет еще больше. И вот я, чтобы вести в вас курс дела, скажу, что мы сейчас говорим о событиях Рождества Христова. Как раз вы, когда пожелали присоединиться, мы подошли к событиям, связанным с Христом. Поэтому я вам и посылал те материалы, такие вот, скажем, предварительные. И вот теперь самые основные события священной истории. Я сейчас такой зачитывал интересный момент из книги одного библеиста, который трактует разницу двух родословий у Матфея и у Луки. Ну, есть запись, так что потом вы сможете посмотреть и это все сначала уже услышать. И вот я тогда продолжаю. Да, вот мы с вами посмотрели смысл этих родословий, но при этом смотрите, я пояснил, что числа в этих родословиях не нужно воспринимать буквально. А как, собственно, быть? Вы спросите. Ну, если мы читаем какой-то текст, у нас всегда возникает вопрос. Это что сказано тут? Правда, неправда? Как это воспринимать? Дело в том, что родословие – это очень древний и очень значимый для Библии жанр. И жанр этот несет, как правило, богословское значение. Ну, достаточно сказать, что Матфей, чтобы составить вот эту красивую схему 14, 14 и 14, он выбрасывает там некоторых участников этой родословной, потому что это легко было узнать каждому, кто хорошо знал Священное Писание, кто от кого родился. Матфей явно убирает некоторые из этого списка строки, и чтобы это соответствовало его красивой схеме. Ну, и когда мы с вами говорили о Ветхом Завете, мы тоже с вами видели, что те или иные родословия, они тоже были не просто некими сведениями генеалогическими, они тоже несли определенные идеи. Ну, хотя бы только два примера приведу. Какое-то одно родословие, например, должно нам доказать, что от одного Адама, от Адама произвел Бог весь род человеческий, от одной крови. То есть все люди являются на самом деле родственниками. Нет людей, которые, как представляли некоторые языческие племена, вот эти происходят там, понимаете, от медведя, эти от енота, эти от обезьяны, эти от еще кого-нибудь. Нет, от одной крови произвел Бог весь род человеческий. И другой пример из тех, о которых мы говорили, я приведу. Это когда, помните историю с Енохом, уже тоже упоминавшимся сегодня, когда про каждого говорится родился, жил, родил сынов и дочерей, прожил столько-то и умер. Про другого, третьего, четвертого, пятого про каждого одно и то же. Только про одного говорится, что он родился, жил, родил сынов и дочерей, ходил пред Богом, потом прожил столько-то, ходил пред Богом, и Бог взял его. И потом про всех остальных снова жил, там жил, прожил и умер, 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 умер. И только про одного говорится, что он ходил пред Богом. Опять родословное, казалось бы, просто, но там заложен смысл. Не просто биографические сведения, как там для ЗАГСа, да, записи актов гражданского состояния, а Бог в своем откровении что-то нам дает важное узнать в богословском, так сказать, смысле. Хорошо. Ну, давайте дальше посмотрим рассказ о Рождестве. У Матфея родословие уже после рассказа о Рождестве и даже после рассказа о проповеди Иоанна Крестителя. А возвращаясь снова к самому Рождеству, вот мы видим, что эти пастухи, которым ангелы возвестили вот эту радостную весть, они приходят в этот Вифлеем, находят святое семейство, заходят, чтобы увидеть этого младенца, о котором возвестил Бог. Мария и Иосиф с удивлением это все слушают. И тут я хочу пояснить вот какой момент. Иногда, знаете, на рождественских картинках рисуют либо пастухов, либо волхвов, либо и тех, и других. И у людей в сознании возникает такая картина, что они там, чуть ли не толкаясь плечами, все пришли одновременно. А между тем, вот мы сегодня начали с того, что, помните, про те два года, которые Ирод выведал у волхвов, про срок рождения Христа. То есть волхвы пришли очень и очень нескоро. Как было дело? На восьмой день происходит обрезание младенца, на сороковой день по обычаю и по предписанию Божьего закона его приносят в храм, чтобы посвятить Богу. И после этого они живут в Вифлееме. Ну, с новорожденным младенцем, видимо, неудобно было путешествовать по стране. И они там нашли какое-то себе жилье, там жили. И вот когда через какое-то время, может, через полгода, может, через год, полтора или даже два, как я уже говорил, пришли эти самые волхвы и явились в столицу к Ироду. Потом он отдал этот жестокий приказ об уничтожении новорожденных детей. Бегут в Египет. И уже из Египта, как мы читаем в Евангелии, Иосиф, узнав, что Ирод умер, но там воцарился его сын, а от сына он, видимо, тоже ничего хорошего не ждал, он тогда уже идет на север и поселяется снова в том городе, где они жили до того, до Рождества, в Назарете Галилейском. И я хочу сказать несколько слов о смысле этих событий. Хотя мы отчасти об этом говорили, но вот в частности, поскольку вы к нам, вот новый участник Анна, присоединились, а были ли вы тогда Екатерина, я не знаю, когда мы об этом говорили, но повторение не зря, говорят, мать учения, ничего страшного. А именно, вот мы все это обсуждаем с вами, обо всем этом я рассказываю, но ведь это то, что мы можем на самом деле взять и прочитать. А нам важно не только прочитать и понять саму канву событий, в конце концов, ну каждый взял и сам прочитал. У меня нет задачи пересказывать. Нам важно с вами разобраться в смысле. Вот в чем смысл Бога воплощения. Но мне, в частности, интересен диалог, как вот я всегда это подчеркиваю. То есть не чтобы я был говорящая голова, так сказать, а люди просто меня слушали, покивали и исчезли. А чтобы я ориентировался на то, в частности, что вы знаете, не знаете, и уже как-то рассказывал вам, ну не то, что вы уже слышали, может быть, 10 раз, а давать что-то новое. Вот как бы вы могли сформулировать, для чего, ну может быть по очереди, скажите, кто хочет. Для чего вообще нужно это Бога воплощение, в чем его смысл? И опять же еще маленькое объяснение. Не жду, что называется, правильных ответов, поскольку мы не на экзамене, да? А мне просто важно понять, ну как бы в каком образе мысли мы находимся, чтобы от этого плясать, как от печки. Можно я скажу? Давайте. Как я вижу. Вот как мне кажется, я не очень хорошо во всем этом разбираюсь, но я как бы живу в Израиле, и в Израиле люди до сих пор живут по Старому Завету. Ну кто-то вообще как бы отрицает все, вообще религию. Здесь таких очень много. И очень много людей, которые вот как бы живут в грехе. И это все отражается там на их детях, на их внуках. Там уже все болеют. Вот. И мне кажется, ну во-первых, как бы Мессия был как обещан, как спаситель. Вот. И он как бы, если бы, то есть ему надо было как-то прийти к людям. То есть мы настолько пали в грехе, в то человечество, что мы как бы отдалились от Бога. И то есть если Бог пришел бы сам, то мы бы все бы сразу бы умерли. Ну как, ну то есть судом. То есть судил бы нас бы всех. Вот. И поэтому он воплотился в Христа. Сына человеческого. Как я это думаю. То есть вы хотите сказать, я хочу уточнить, правильно ли я понял вашу мысль, что если бы вот он, так сказать, непосредственно пришел всей своей силой, всей своей мощью, это было для людей бы катастрофическое событие. Конец света. А он как бы, это событие, он как бы его уменьшил, как бы притушил, да, сделал потише звук, да, и тогда это людей не сожгло, не уничтожило. Он пришел в образе человека. То есть он пришел в образе человека, только единственный человек грешен, а он был безгрешен. И он пришел в образе человека для того, чтобы дать нам, ну то есть взять грехи свои на себя и дать закон новый. Хорошо, спасибо. Я не знаю, как я это понимаю. Да, да, спасибо. Я сейчас еще несколько слов тогда об этом скажу, только вот я уже предупреждал Катерину, что мне нужно... Субтитры сделал DimaTorzok